Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но отправился он сначала не в камеру, а в больницу Хотя в результате аварии не пострадал К вечеру его все же доставили в суд и избрали меру пресечения Какую? Об этом в материале наших корреспондентов 72-летняя Ольга Александровна всегда ездила на велосипеде Хорошо знала правила дорожного движения и соблюдала их, уверяет дочь Не нарушала и вчера, когда ее насмерть сбил Фиат Водитель выскочил навстречу и буквально влетел в женщину Но тормозить не стал, на скорости столкнулся еще и с автобусом Не исключено, считают в полиции, хотел скрыться с места преступления Несмотря на то, что видимых травм на теле водителя не было, он сразу же вызвал скорую Врачи отказались его госпитализировать, тогда мужчина упал и снова стал набирать 103 За рулем Фиата был депутат Сокальского горсовета Василий Петрушко Возможно, плохо ему стало из-за того, что он был пьян Договориться с водителем маршрутки попытались друзья депутата, которые приехали на место происшествия По словам свидетелей, они тоже были нетрезвыми Сейчас Василий Петрушко в больнице, ему объявили о подозрении Возле палаты выставили охрану С журналистами депутат общался неохотно и заявил, что ничего не помнит о произошедшем Не стал депутат распространяться ни о своем самочувствии, ни о том, с каким диагнозом его положили в больницу И пригрозил журналистам ответственностью, если от него не отстанут Полиция начала уголовное производство Ближе к вечеру Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Василию Петрушки Два месяца под стражи без права внесения залога Андрей Кровец, Виктория Балицкая, Михаил Заярнюк Подробности, телеканал Интер, Львовская область Из смертельной аварии под Киевом Поезд Киев-Бердянск столкнулся с легковым автомобилем Два человека, водитель и пассажир Рено погибли на месте Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде между Триполем и Мироновкой По словам машиниста поезда, в момент ДТП шлагбаум был опущен Водитель попытался проскочить перед составом, но не успел Поезд на полной скорости врезался в машину И после удара протянул авто почти на километр вперед Авария на несколько часов парализовала движение в направлении столицы На данный момент правоохранители выясняют все детали этого происшествия Внаслідок цієї ДТП загинули дві людини, которые находились в салоне Вони кияни, пенсионеры Свідки кажуть, что автомобиль выехал уже на залезничный переезд После того, как работал звуковый сигнал Потяг его сбив на самом залезничном переезде Поезд в середину автомобиля и ударил Протягнувши его, ну, принаймні, декілька сот метрів Ми будемо з'ясовувати обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди И теж будемо опитувати машиниста Смертельные ДТП на железной дороге уже стали печальной тенденцией На переездах не везде установлены сигналы Приборы или не работают, или их нет вообще Шлагбаумами оснащены всего 8% переездов А каждый пятый без предупредительных светофоров В результате за год произошло свыше 60 подобных аварий Например, 27 июля в Черновицкой области столкнулись поезд и микроавтобус Тогда два человека погибли, многих госпитализировали В Одессе на взятки поймали проректор одного из госуниверситетов Более 300 тысяч гривен он требовал у представителя местного предприятия Мужчину задержали сотрудники прокуратуры и нацполиции в рабочем кабинете Когда тот получил первую часть обещанных денег 62,5 тысячи гривен По предварительным данным, это первый проректор Одесского государственного экологического университета Николай Сербов Один из проректоров Одессского государственного университета Одного из университетов Вимагал 310 тысяч гривен неправомирной выгоды От представителя предприятия За то, чтобы укласти договор о аренде житлового будинка Разом с причалом, который находится Для отдыхающих До того, что расследование продолжает За частью третьей статьи 368 Криминального кодекса Украины Это удержание неправомирной выгоды Поединенное с требованиями Сейчас этим человеком продолжают первочередные следствия Все по 50 Украинские чиновники скупают элитные авто по цене Жигулей Об этом узнали аналитики проекта декларации За два минувших года чиновники задекларировали автомобили Ягуар, Лендровер и даже Тесла Указывая цену в 50 тысяч гривен Самыми популярными оказались автомобили марки Volkswagen, Toyota и Mitsubishi Удалось чиновникам сэкономить и на покупке машин класса люкс Задекларированы BMW, Audi, Lexus и Mercedes Одной из сотрудниц столичного коммунального предприятия Удалось купить электрокар Тесла И все это тоже за 50 тысяч гривен Хотя на рынке такое авто стоит от 40 тысяч долларов У нас в Украине дия лимит на разрахунок готівкою В сумме 50 тысяч гривень То есть до 50 тысяч гривень можно разраховывать за готівкою Больше 50 тысяч гривень Гроши уже нужно класть на банковский рахунок И проводить безотиповый разрахунок А если покупать чиновник Это ему, скажем так, выгодно подвійно Оскільки потом он в декларации напишет Вартость автівки там 49 тысяч гривень В Краматорске вместо детей бойцов АТО на бесплатный отдых в Хорватию поехали дети местных чиновников Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнаб Из 15 человек группы 11 оказались детьми бизнесменов и госслужащих Среди них активисты узнали отпрысков трех заместителей городского головы Депутатов горсовета, а также ребенка директора Краматорского магазина «Бутика», где детей других влиятельных людей города В то же время журналист отметил, что важным критерием отбора было наличие биометрического паспорта у ребенка Все детали скандала уже выясняют журналисты подробности и готовят на завтра материал Трое украинских бойцов ранены на передовой сегодня Боевики 10 раз обстреливали наши позиции Из гранатомета, пулеметового и стрелкового оружия открывали огонь неподалеку от Крымского, Светлодарска, Маринки, Лебединского, Павлополя А по защитникам Водянова ударили из миномета 82-го калибра Подробнее о ситуации расскажет наш военкор Ирина Баглай На горизонте вражеские позиции, с которых не сводит глаз Станислав Регулярные обстрелы боевики сменили на ночные вылазки диверсантов Накануне пять боевиков снова попытались пройти незамеченными Не удалось, пехотинцы отбросили их назад Цель диверсантов не штурм, предполагает командир Скорее всего они пробираются в тыл Задача заминировать территорию радиоуправляемыми минами Можно прийти, поставить на дорогу, сесть неподалеку и ждать Можно зайти, перерезать прогрессу, поставить рядом мину и ждать на звездки Сейчас с биноклем, а четыре года назад с синим-желтым флагом Станислав увидел врага в лицо на площади в Донецке Тогда 13 марта пролилась первая кровь украинца, когда на проукраинском митинге до смерти забили 22-летнего Дмитрия Чернявского И Станислав видел, кто заполонил его украинский Донецк Там было очень много людей из Москвы Я одного телефон попросил позвонить, я не могу, у меня тариф не ваш, я из Москвы Я думал, ну один, другой, третий, это уже не случай Тогда парень решил, пойдет с оружием защищать свою страну Потому что оккупанты пришли на нашу землю, начали вбивать украинцев Но я видел это на собственном очи, как они в подвалах людей вбивали В Донецке по-прежнему живут украинцы, которые ждут освобождения от оккупантов и не скрывают своих взглядов Станислав поддерживает с ними связь Мою соседку зараз посадили в тюрьму за правоукраинскую позицию Преследований не боится и сам Я не маю скрывать свое обличие, я захищаю свою землю За родным Донецком тоскует, но нашел второй дом Было очень тяжело, а потом я звукся, Винница – это очень доброе место Помимо службы, в будущем Станислав снова видит себя студентом Вынужден был оставить Донецкий национальный технический университет, будучи на третьем курсе В оккупированном городе остались и все документы Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Луганской области Подробности – телеканал Интер Разрешение на свидание с сыном получила мать украинского политзаключенного Александра Кольченко Лариса Кольченко, сейчас в Челябинске, недалеко от которого в колонии номер 6 города Копейск содержится ее сын Матери разрешили побыть вместе с Александром трое суток в отеле-колонии Им даже выделили комнату с удобствами По словам Ларисы Кольченко, длительные свидания разрешены раз в 4 месяца Но увидеть сына она смогла впервые за 9 месяцев С собой Лариса Кольченко привезла 20-килограммовую передачу С просьбой помочь в организации встречи с еще одним политзаключенным в России Олегом Сенцовым Украина обратилась к немецким правозащитникам Омбудсмен Людмила Денисова просит комиссара по защите прав человека в Германии Повлиять на российских чиновников, которые всячески препятствуют встрече с Сенцовым Сегодня уже 78-й день, как украинский режиссер голодает О его самочувствии известно только со слов московских чиновников, которым в Украине не верят У нас на сегодняшний день очень запрещена информация Что до состояния здоровья Олега Сенцова И только я могу сказать, что так же происходит ситуация А по-другому, увидев Олега Сенцова Я обратилась к немецкого амбуссмана Попросила ее про помощь, может она вернется Как амбуссман той страны, которая входила в нормандскую четверку В Германию собирается Реджеп Эрдоган с первым государственным визитом на посту президента Турции Поездка, которая может состояться осенью, уже разделила немецких политиков на два лагеря О визите раздора Татьяна Лугунова Он еще не приехал, а только собирается И не в ближайшее время, а после летних каникул осенью Но немецкие политики уже горячо спорят Нужно ли принимать в Германии президента Турции И если да, то как? О подготовке визита Реджепа Эрдогана первыми сообщили немецкие СМИ Дескать, лидер Турции планирует посетить Германию в конце сентября И не с рабочим, а государственным визитом А это значит, что и принимать его будут на высшем уровне С красной дорожкой, воинскими почестями и торжественным банкетом В планах у Эрдогана переговоры с первыми лицами государства И выступления перед турецкой диаспорой, которая живет в Германии Официальный Берлин дату визита пока не подтвердил Мол, еще слишком рано о приезде лидеров других государств Сообщают, как правило, за несколько недель Ничего конкретного не говорит и турецкая сторона В Анкаре только намекнули Визит очень вероятен Пока вероятный визит уже раскритиковала немецкая оппозиция Представители сразу нескольких партий Зеленые, левые, ультраправые заявили Если Эрдоган и приедет, то власти Германии должны подготовить для него холодный душ Никаких почестей, а жесткий разговор О нарушении в Турции прав человека и принципов демократии Представители правящей коалиции парируют Протокол есть протокол И вообще, чтобы наладить диалог, нужно разговаривать А не устраивать показательные демарши Татьяна Угнова, Вячеслав Фролов Подробности немецкое Бюро телеканала Интер Ограничить Трампа США с конгрессмены вовсю пытаются урезать полномочия президента Учредив законы, которыми у действующего главы государства заберут право принимать решения по ключевым вопросам Что беспокоит Конгресс? Дмитрий Анопченко выяснил это в Капитолии Трамп непредсказуем Никогда не знаешь, с какой ноги он встанет И что учудит Только и разговоров в кулуарах Конгресса Тут много тех, кто хотел бы поле для маневра Хозяину Белого дома ограничить Приняв отдельные законы Ведь пока их не существует Границу между тем, что президент может, а что нет Провести довольно сложно А так в законодательстве прямой запрет появится На выходных целую серию подобных инициатив Мы позвучили, к примеру, сенатор Маккейн вместе с коллегами предлагает запретить американскому президенту выводить страну из НАТО И презентовал законопроект, который предполагает, что Соединенные Штаты могут покинуть Североатлантический Альянс только с согласия Сената Джон Маккейн обеспокоен Мол, с союзниками по НАТО Трампа входится плохо Привержен ли он Альянсу, вообще непонятно А значит, стоит забрать у него даже теоретическую возможность изменить положение вещей Или вот другой пример После финской встречи Трампа с Путиным Конгрессмены пытаются переписать правила игры для большой политики В палате представителей внесли резолюцию, осуждающую любые будущие тайные встречи двух президентов И призвали согласовать с законодателями те договоренности, которых они уже достигли В Сенатских комитетах сейчас целую серию подобных документов рассматривают По сути, это точечные законопроекты, которые должны заранее заблокировать резкие шаги новой администрации Способные изменить политику страны Только вот проголосует ли за них Конгресс в целом, большой вопрос Ведь забрать полномочия у Трампа это одно дело, многие на это согласны Но выписать закон только под него не получается И новшества, по сути, свяжут по рукам и ногам всех американских президентов Всех, кто придет на этот пост, а это уже проблема Ведь в таком случае новый политик, который рано или поздно сменит Трампа, тоже придет в Белый дом с урезанными полномочиями А это ни демократам, ни республиканцам не подходит Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер Причины загадочного исчезновения малайзийского Боинга над Индийским океаном 4 года назад неизвестны Такой основной вывод доклада, который правительство страны представило родственникам пассажиров В расследовании принимали участие 7 стран, среди них Австралия и Великобритания По словам главного следователя, до сих пор остается тайной, почему на момент исчезновения самолет был не на автопилоте, а на ручном управлении Напомню, рейс MH370 малайзийских авиалиний, который направлялся из Куала-Лумпура в Пекин Исчез с радара в ночь на 8 марта 2014 года Предполагают, что он развернулся в сторону Индийского океана, где, вероятно, упал На борту находилось 239 человек В Таджикистане автомобиль совершил наезд на 4 иностранных туристов, которые путешествовали на велосипедах После этого из салона вышли люди и убили иностранцев Министр внутренних дел назвал это преступление терактом По официальной информации погибли двое граждан США, а также граждане Нидерландов и Швейцарии Двое возможных виновников нападения погибли в ходе спецоперации Еще один задержан, силовики разыскивают других участников этого преступления В Каменском Днепропетровской области обрушился балкон с людьми Двое мужчин попали в реанимацию Их дом трещал по швам уже давно А местные чиновники два года только то и делали, что проводили проверки Начнут ли действовать теперь, узнавала Елена Миндалюк Бетонная плита и куча шифера на асфальте Это то, что осталось от балкона на втором этаже Видео сняли местные жители через несколько минут после того, как он рухнул Под завалами оказалось двое мужчин Сергей и Геннадий Форстовы С травмами их доставили в реанимацию Рассказывает, вышли покурить Как вдруг земля ушлась под ног Ничего не трещало, лук и все, именно низу Это благодаря Богу, что там детей не было А так было бы серьезно Перелом бедра и рваная рана Когда упал, потом слышу по голове, там по плечам шифер падает Жители дома не сразу оправились от шока Говорят, во дворе всегда много детей и они часто бегают под балконами Были, конечно, опасности Ну и вообще страшно отпускать детей У меня двое, старшеньки на велосипеде мог И так, на самокате В этом двухэтажном доме всего два балкона Один рухнул Не исключено, что второй тоже в аварийном состоянии На всякий случай коммунальщики огородили территорию ленточкой Люди жалуются, дому более 60 лет Но ремонт ни разу не делали Ни косметический, ни капитальный А два года назад по стенам пошли трещины Явились такие трещины Вот видите, пол дома отошло Четыре квартиры отошло, как бы, ну, вот так Книжечкой дом раскладывал, расположился Сантиметров семь, наверное, трещины Там еще больше Обследовать здание тогда приехала комиссия В трещинах установили так называемые маячки Якобы даже подготовили проектную документацию Но денег не нашлось И все замерло Одни пришли, что-то там порешали, порешали Пообещали, ушли Потом появляются новые люди Порешали, порешали, что-то пообещали и ушли Вот так вот, ну, до вот этого случая Коммунальные службы, проектировщики и чиновники Сегодня снова обследовали дом Почему балкон рухнул? Долго не думали И практически сразу выдали версию случившегося Балкон обрушился из-за своей ветхости То есть там две консольно закрепленные швеллера Залиты бетона Вес довольно большой Там примерно 2,5 тонны бетона Ну и дом, насколько я знаю, 1956 года Или второго даже Вы можете представить Швеллера просто прогнили и вывалились Что делать с домом? Комиссия пока не знает Будут ли отселять жильцов Решат через пару дней, когда получат результаты обследования Но 8 семей, которые здесь живут, категорически против А пока от греха подальше Коммунальщики разобрали подобный балкон в соседнем доме Елена Медалек, Евгений Годенцов Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область Власть должна компенсировать ущерб Из-за задержек с выплатой пенсии Об этом заявил нардеп Сергей Каплин Он внес на рассмотрение парламента проект постановления Который предусматривает возмещение расходов на покупку лекарств Процентной ставки за не вовремя погашенные кредиты И коммунальные услуги Если документы утвердят, то первые компенсации пенсионерам Кабмин обязан будет выплатить в течение месяца Мы написали и зарегистрировали уже И подали до Верховной Ради Украины законопроект Который предусматривает штрафные санкции До государства, если не вчасно заплатится пенсия Пойдите, попробуйте, возьмите кредит И не заплатите неделю, два, три або месяц Вас обкладывают невероятными процентами Так же должно быть и по отношению к государству Не платите пенсии, плати відсотки Не заплатили за два тижни, затримали, будь ласка Еще одну пенсию додатковую И мы должны защитить простых людей в этой части Черновицкая область в воде В регионе вот уже месяц беспрерывно идут дожди Потоками сносят мосты подтоплены целые села В одном из таких побывали наши журналисты И чтобы добраться к людям пришлось ехать вброд, да еще и на пожарной машине Как живется по ту сторону воды, Ольга Паломарюк расскажет Оглушающий гул воды Евгения Мельничук Жительница поселка Берегомет услышала под вечер Женщина живет в сотни метров от реки Рассказывает, течение сносила все на своем пути Выкорчевывала деревья и ломала электроопоры Видно, что все туда до горы копчится Все нешло с коренем И такого крутило все, да? Вода сильная и велика Что даже страшно Выйдешь в ночь из дома, то шумит Думаешь, что уже приближается до хотів Вода снесла единственный в округе деревянный мост Полсотни домов оказались отрезанными от мира К людям добираемся на пожарной машине Иначе здесь не проехать 8 километров по бездорожью и мы на месте Местные жители в отчаянии Говорят, дожди здесь не прекращались с начала июля И вот в эти выходные вода в реке Сире достигла критического уровня Если не укрепить берега, может снести дома Укрепить русло должны были давно, еще после паводков 2008 и 2010 годов Обещали даже вместо временного моста установить постоянный Люди просят об этом уже седьмой год В 2015 к работам все же приступили за полтора миллиона гривен Разработали необходимую документацию и опоры установили Чтобы достроить мост нужно как минимум 6 миллионов гривен Столько же на укрепление берегов Но таких денег в местном бюджете нет, уверяет поселковый голова Обращался уже во все инстанции По предварительным подсчетам только в Вижницком районе стихия нанесла ущерб на сумму 25 миллионов гривен И пока чиновники ищут деньги на ликвидацию последствий Люди по ту сторону реки остаются отрезанными от мира И просят наконец-то обратить на них внимание Пока вода не наделала еще больше беды Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область Натворили бед ливни и в Запорожской области В городе Пологе затопило подвалы семи многоэтажек Подтоплены около сотни частных дворов Там образовались настоящие озера На помощь людям прибыли спасатели Они откачивали воду с помощью помпы и рили дренажные канавы В объятиях стихии сейчас буквально вся планета В США пожары, в Индии наводнения, в Индонезии землетрясения О последствиях самых масштабных катаклизмов Оксана Гашева В американском штате Калифорния не утихают лесные пожары Выгорело почти 12,5 тысяч гектаров В округе Менденсина более 10 тысяч жителей Были вынуждены покинуть свои дома Официально подверждена гибель шестерых человек Еще по меньшей мере семь считаются пропавшими без вести Спасатели обнадеживают, ситуация под контролем Мы контролируем область пожара Пожарные усиленно работают над ликвидацией происшествия За последний день продвижения огня вглубь города не было Поэтому настрой у нас самый оптимистичный Мы уверенно продвигаемся вперед Жара приносит убытки и в Европе Чрезвычайная засуха привела к резкому падению урожая в Германии Глава немецкого союза крестьян призвал правительство Вести чрезвычайное положение И оказать фермерам финансовую помощь В размере около 1 миллиарда евро Чтобы покрыть ущерб А вот Индия страдает от наводнений Вода унесла жизни почти полтысячи человек Повреждены линии передач и дороги Некоторые селения отрезаны от мира Затоплены тысячи домов по всей стране В городе Патна на севере Индии В одном из госпиталей Вода поднялась настолько высоко Что врачи с трудом пробираются к пациентам Посмотрите на уровень воды Я даже не уверен, что врач сможет ко мне дойти Каким образом нам помогут Куда идти потом, я не знаю Все под водой Еще одной жертвой суровой погоды Стал курорт в Индонезии Число жертв от землетрясений На острове Ламбок возросло до 16 Еще более полутора сотен травмированы Накануне там зафиксировали подземные толчки Мощностью 6,4 На глубине 7 километров От местного вулкана Ранджани Погиб один турист Мы выясняем количество пострадавших И оказываем им помощь Если это туристы, устанавливаем их гражданство Заблокированными остаются Еще почти 700 альпинистов Из-за стихии завалило горные тропы Жители безлежащих поселков эвакуируют Оксана Гашева, подробности, телеканал Интер Как семейный бизнес Дональда Трампа Уничтожил дюны в Шотландии Во сколько обошлось президенту Грузии Покурить в отеле И зачем ливанцы отправили танки на морское дно Об этом не только в нашем обзоре Затянулся на 750 долларов Президента Грузии Георгия Маргвелошвили оштрафовали за курение в отеле Во время официального визита в США Инцидент случился еще в марте Сообщают грузинские журналисты Штраф оплатили из государственного бюджета За что СМИ теперь обвиняют лидера страны В нецелесообразной трате народных денег Разрушительный гольф Из-за строительства гольф-клуба Дональда Трампа На севере шотландского города Абердин Частично разрушились официально защищенные песчаные дюны Образцы рельефа были одними из лучших подвижных песчаных дюн в Великобритании Которые формировались 4000 лет Всего было потеряно 68 гектаров геологических образований Чудом избежал смерти в огне Житель греческого побережья записал на камеру Видео смертоносного пожара На ролике видно, как пламя с огромной скоростью приближается к его дому Мужчина успел отправить подальше от опасности свою семью Но сам остался со старым отцом, который отказался покидать дом К счастью, им обоим удалось уцелеть Нет худа без добра В шведском городе Упсала Местные жители превратили в бассейн затопленный подземный переход Спуск возле центрального железнодорожного вокзала Залило водой после ливня в эти выходные Когда одни пассажиры пытались обойти водную преграду Другие достали надувные кресла И развлекались, пока спецслужбы не откачали воду Премьер-министр Азербайджана спас жизнь человеку Наврус Мамедов отговорил от попытки самоубийства Мужчину, который намеревался броситься с автомобильного моста На оживленную трассу в Баку Глава правительства узнал о происшествии по дороге на работу И велел ехать туда Он по телефону отговорил бедолагу сводить счета с жизнью Пробежка с адреналином В Боливии в эти выходные прошел седьмой ежегодный забег По маршруту Дорога смерти Одному из самых опасных в мире Его проложили в гористой местности еще в 1932 году Длина дистанции 28 километров Почти катать нервы вызвались около полутора сотен смельчаков К счастью, все успешно добрались до финиша Танковый риф В Ливане защитники окружающей среды Утопили в Средиземном море бронированные машины Их погрузили в воду с помощью кранов Чтобы создать искусственный риф Для восстановления флора и фауны Страдающих от чрезмерного отлова рыбы и климатических изменений Ранее там же утопили бронетранспортеры и джипы Искусственный риф также привлечет внимание туристов-дайверов За развитием событий следите на нашем сайте Подробности вей На сегодня все Приятного вам вечера И до встречи завтра в 8 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok